КИА КАВТО И в режиме Драйв, как вы и всегда могли, мы нажимаем камеру, и она показывает, что происходит сзади. Выключаем, выключается. Класс! Штатные функции, такие как кнопки на руле, громче, тише, вперед, назад. Кнопочка с головой включает нам Яндекс.Навигатор, это мы все программируем. И кнопочка МОД перещелкивает нам режим. Магнитола производителя ВОМИ, серия ZX, и это 4,64. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенной. QLED-экран, быстрый процессор, есть слот под симку, есть беспроводной CarPlay, Android Auto. Машина у нас такси. Клиент, это клиент и личная машина, он работает в такси, и он сюда установит приложение, ну, для такси, которое работает, такси, не знаю, как он там называется. Отсюда, да, можно принимать заказы, можно ехать, строить маршруты и так далее. Для полноценной работы в такси, это классный, мощный аппарат, проблем никаких не доставляет. YouTube клиентам там можно включить любой мультик, можно Bluetooth подключить, Яндекс.Музыку, пожалуйста, вот все. Вдруг клиент захотел фильм посмотреть, два квадратика нажали, клиенту поставили YouTube, а себе включили, например, Яндекс.Навигатор. Удобно? Вы едете, ну, либо таксометр, что-то, едете, смотрит клиент, смотрит YouTube, вы смотрите маршрут, куда ехать. 10 дюймов экрана, это очень классно смотрится. И не маленький, а, наверное, теперь размер, как был штатный экран. Полноценный 10-й Android, можно абсолютно все скачать с Play Market, есть инструкция на русском языке про эту магнитолу с картиночками, со всеми делами. Bluetooth, громкая связь, кнопки на руле, поднять трубку, положить, разговаривать, движение, все можно, видео в движении, все работает. Да класс, 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 класс. В комплекте у нас с магнитолой, повторюсь, слот для сим-карты и дополнительный USB, оригинальный USB, зарядка, они работают, как и работают. Хотите так же, переходите по ссылке в описании, звоните, пишите, сделаем так же, круче, отправим в любой регион, поможем с дистанционной установкой. Всем пока. Продолжение следует...